здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодня у нас будет видео по запросу просили меня рассказать вот об этом агрегате вы наверное уже узнали это так называемая цепа по правильному он называется тиски поворотные ну в данном случае у меня топокс но на самом деле они бывают разных фирм как вы знаете эти тиски вышивальщицы используют вместо станка этот агрегат я приобрела уже наверное больше чем полтора года назад на него есть подробный видеообзор если вы не знаете что это такое пожалуйста спускайте или в инфобокс или вы сейчас увидите ссылку на своем экране а кто знает и хотел бы узнать мои впечатления да спустя такое большое время пожалуйста оставайтесь со мной и слушайте и так этот станочек так называемый я приобрела по наводке веры вы можете найти в инстаграм никами вера око незаменимая для меня оказалась вещь я очень ей довольны я вышиваю только с помощью этого станка и конечно в дальнейшем видео почему но почему же вообще я обратила на этот станочек свое внимание он очень мобильный он занимает мало места для его монтажа требуется прям какие-то секунды и для меня это очень актуально потому что я у меня в принципе место нет и не в принципе не хотелось бы загромождать свою квартиру какими-то большими станками давайте покажу как я на нем вышиваю и вы сами все увидите и так чтобы мне смонтировать поставить этот агрегат мне нужен стол и соответственно стул да где мне сидеть но это только для меня дальнейшем видео вы увидите что девочки как только его не используют я вышиваю за обеденным столом и как вы понимаете несколько раз в день мне приходится полностью собирать все мои вышивальные принадлежности и использовать конечно же стол по прямому назначению поэтому мне мобильность очень важно и так за несколько секунд я монтирую этот так называемый станок беру нужный мне процесс все это занимает наверное секунд 30 и вот здесь вот немножечко закрепляю чтобы он не болтался и вот таким образом вышиваем значит что я хочу заметить высота моего стола стандартные высота сиденья стандартные я вообще сама по себе высокая поэтому я усаживаюсь так поудобнее если бы у меня была возможность я сидела бы на стуле я бы выбрал вот это положение относительно вышивки с помощью стула то есть его отъехал назад или наоборот приблизилась бы да но так как у меня стол более мобильный поэтому я его немножечко отодвигаю и вот усаживаюсь как мне удобно и приступаю к вышивке вышиваю я двумя руками и закрепляю нить в конце и в начале на лице не очень часто пишут девочки что станок конечно замечательный мобильный и все очень хорошо но они привыкли иметь доступ к изнанке что я хочу сказать с этим станком вы также можете иметь доступ к изнанке как это делается мы сейчас с вами поменяем ракурс и я вам подробно расскажу как сделать так чтобы с помощью этого станка можно было закреплять и на изнанке и так вам сейчас очень хорошо видна вся подноготная да вся изнанка этой цепы у нас вот этот день закручивает устанавливает саму цепу а вот этот вид он регулирует положение то есть мы можем вот так вот сделать так 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 вот именно вот этот шаровой механизм позволяет нам регулировать положение как правило цепа находится вот в таком положении то есть здесь у нас зафиксировано на нужном нам градусе до наклона чтобы перевернуть раму я делаю очень просто я немножечко ослабляю вот этот винт переворачиваю у меня прекрасно есть доступ к изнанке я закрепляю нить все обрезаю как мне надо и опускаю снова что я делаю если рама допустим маленькая то цепа довольно просто стоит и хорошо если ее не закреплять вообще то есть просто вот в таком положении ну как видите у меня рама довольно большая поэтому я сильно не затягиваю просто вот чуть-чуть чуть-чуть наживляю вот так вот и все у меня рам стоит как летать я могу дальше вышивать и за секунду я ослабляю болт опять переворачиваю закрепляю как мне надо опять опускаю и вот так вот чуть-чуть наживляю то есть сильно не затягиваю то есть доступ к изнанке при желании здесь есть еще раз говорю что вот этот шарнир у меня не разбалтывается здесь ничего не разбалтывается вот этот вот угол насколько вам закрепить вы сразу почувствуете потому что диски довольно послушные и они очень чутко реагируют на малейшее вот это вот затягивание да и или еще какие-то движения ваши то есть хотите чуть чуть побольше затяните вам также не составит труда это немножечко но посильнее отвернуть да хотите просто вот наживите совсем совсем чуть-чуть и тогда вообще без проблем у вас доступ к изнанке будет я пользуюсь разными способами могут я даже не знаю чего это зависит чаще всего это зависит от того полная у меня зашивка или нет я если не полная как правило закрепляю микро стежками если зашивка полная я могу вытянуть вперед соответственно ниточку как вот видео которое я оставляю ссылку и наизнанке тоже то есть это от настроения наверно честно говоря зависит я даже не могу сказать от чего конкретно то есть вот в таком положении сижу сразу хочу сказать что высота стола и высота дивана у меня стандартная то есть это стандартное положение поэтому особо сильно как-то я не устаю так скажем да голова немножко наклонена но она наклонена и в обычном положении если я вышивал на обычном станке и еще один большой плюс вот этого именно станка до так называемый цепи тисков как хотите так называете то что мы можем очень быстро поменять свою работу то есть это не занимает какого-то большого времени мы раскрутили одну работу и допустим вот зацепили другую все можно зацепить на нужно под нужным нам углом хотим повыше вот так вот если мы довольно высокие да вот так вот если поровнее сесть хотим наоборот пониже вот так вот все будет очень удобно то есть вот пожалуйста доступ также мы можем передвинуть левее ну в данном случае правее или наоборот левее можем поменять вообще но об этом я конечно рассказывала уже в обзоре этого станка на принципе сейчас я вам покажу мы можем поменять вообще принципе положение нашей вышивки на какой-либо другой допустим вот так вот закрепить и поменять с помощью шарнира вот этот угол все мы крепим все очень хорошо держится никуда не девается так вот мы можем так вот вышивать с вами ну и соответственно чтобы получить доступ к изнанке даму также придется отвернуть этот шарнир ну здесь естественно все у нас должно быть подобрано и вот он наш доступ к изнанке то есть способов применять цепляние да так скажем установки на этот станок очень много и я вам сейчас это докажу давайте посмотрим на фотографии которые мне разрешили опубликовать девочки из instagram это вера вера ока и ольга я умница посмотрите пожалуйста вот допустим такой вариант у веры сейчас к сожалению по состоянию здоровья нет возможности вышивать сидя она вышивает стоя и она закрепила этот станок довольно высоко на полку и посмотрите держит этот станок прекрасно большую раму так вера вышивает или вот посмотрите еще фотографии ольга я умница закрепила станок тиски да на стуле на спинке стула и вышивает на диване ей очень удобно так и нравится вот у девчонку только вот полные восторге от этого станка и вообще если вы зайдете в инстаграм пройдете вот по этому хэштегу который вы видите на своих экранах вы увидите массу массу вариантов как девчонки крепят и используют вот именно этот станок мне часто пишут оставляют отзывы что всем этот станок очень нравится кому то он не нравится кто то не может приспособиться что я тут хочу порекомендовать пробуйте ищите свое положение так как вам удобно ну вот стандартное мое положение тут когда я сижу за столом да и вот как я вам показала в первом варианте станок передо мной и вышивка передо мной и я уже в данном случае выбираю как мне закреплять на лице или на изнанке тут уже кто как привык чем еще хорош станок ну я вот так конечно называю станок вы понимаете да это тиски тем что у него доступная цена я покупала эти тиски в магазине леруа и стоили они по моему 960 рублей последний раз когда я в леруа была смотрела там вот этой цепи уже не было бы какой-то рыжик то есть абсолютно рыжий но по такому же принципу то есть такой же шарнирный он тоже по моему где-то по моему даже дешевле стоил или что-то в районе тысячи если у вас нету доступа к леруа вы можете забить в гугле станок тиски и поворотные тиски и поворотные для моделиста и смотрите чтобы обязательно был вот этот поворотный шарнир то есть в нем вся фишка все что нам нужно выполняет именно вот этот поворотный шарнир и уже тогда или заказываете знаю что девчонки с алиэкспресс заказывают такой станок я думаю что в строительных магазинах не проблема его найти и конечно же по сравнению с реальными станками вот я знаю сейчас у компании дубков вышел станок и змей гармич называется он конечно классный шикарный он очень солидный красивый но я была бы рада чтобы есть него подарили но сама его покупать у меня рука не поднимется он стоит начать по моему от 7000 рублей конечно это довольно дорого все те же функции выполняет моя цепа и я думаю что даже у цепы побольше функции я думаю вряд ли станок змей гармич можно там куда-то зацепить есть по моему у аманика еще что-то в этом роде и еще по моему у какой-то фирмы но они тоже вот я на выставке видел по моему там тоже стоил порядка 8000 ну я считаю что за такие деньги можно вполне попробовать купить если в конце концов он не подойдет вам вы можете отдать его мужу для каких-то строительных уже целей ремонтных целей но я не знаю вот редко редко по моему если у вас такая ситуация как у меня мало места и даже должна присутствовать мобильность его быстро убрать нам часто бывает поэтому конечно для меня он незаменим этот станочек и как видите вот сколько я его использую меня еще ни разу ничего не сломалось и так что вот мои дорогие сейчас в конце видео я ставлю видно кусочек видео как я вышиваю на этом станке кому интересно но ускоренные перемотки там буквально верно секунд на 30 будет если у вас остались какие-то вопросы вы можете мне их задавать комментариях и с удовольствием с вами пообщаюсь уже в комментариях я думаю что я обо всем рассказала все мои дорогие на этом я прощаюсь была очень рада что вы зашли ко мне гости до свидания увидимся в следующем и 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